Евгений Некрасов программист. Работает на компьютере. Ему помогают голосовые устройства. У 19-летнего юноши практически нет зрения. Слабый слух, а вместо правой кисти протез. Инвалидность он получил три года назад. Рассказывали, это произошло недалеко от школы, от дома. Что произошло, как мы сказали, что взрыв, а что конкретно, никто толком сказать не может. Я не спрашиваю, меня этот вопрос уже меньше всего волнует. После трагедии Евгений 9 дней провел в коме. Жизнь мальчика спасти удалось, но некоторые органы чувств больше не работают. Однако это не стало помехой для умственного развития. Женя – финалист национального чемпионата профмастерства для людей-инвалидов категории веб-дизайн. Первый этап прошел в городе Бийске Алтайского края. Впереди соревнования в Москве. Никто предварительно не оповестил, что туда-обратно надо добираться исключительно за свой счет. Проживание все за свой счет. Единственное, мы участвуем в этом только бесплатно. Для семьи такая поездка накладна. Мама Жени воспитывает сына одна. Живут они в гостинке, а все деньги уходят на восстановление здоровья. Силы прибавляют только любимое занятие. Но для того, чтобы развиваться в области программирования и в других городах и за границей, требуется немало средств. Я верю. Почему-то у меня уверенность, что он, не знаю, победит, но призовое место, надеюсь, займет. Соревнования среди веб-программистов пройдут в столице уже 18 ноября. Конкурс ориентирован на то, чтобы показать, что инвалиды по зрению, как и все, тоже могут обучаться в среднеобразовательных и высших учебных заведениях. Впрочем, Евгений уже решил, будет поступать в Дальневосточный федеральный университет. Парень уверен, у региона, как и у него, перспективное будущее. Проблемы есть, проблемы эти связаны с графикой. Если касательно программирования, много очень хороших книг написано, но они либо в плоскопечатном варианте, либо дежавю, либо PDF формат. Просто сканированные странички. Но программа экранного доступа сканированные странички не читает. Программировать вслепую Женя учился недолго. Расположение букв на клавиатуре он запомнил всего через две недели. Юноша помогает матери по дому, умеет самостоятельно готовить, а также увлекается легкой атлетикой и шахматами. Единственное, что отличает его от здоровых людей, это невероятная целеустремленность. Валерия Белоус, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.